я опять вижу трудности фотошопа как жестоко как ты вбивал это название это официальное русское название сериала сайт джаку там и вагами херой но таби находим и мощь то да то есть папира из слабейшего краница по лесу по сбору мусора я как не так получил я не спеши потому что нас не могут и в подкасте слушать до слабейший шеф и делается отправляется в путешествие по сбору мусора да он поместился в подпись то наверху экран не отбился до многодочья не поместить ну хорошо это исека или нет а вот об этом мы поговорим позже хорошо реально тут тут все сложно тот самый случай когда реально все сложно я хочу об этом как раз немножко побольше сказать надывайте и хотел добавить я почему на него залип еще я про него на него все время что-то натыкался последнее время как в предыдущих обзорах антас про сбор мусора спросили я наткнулся на этот сериал рассказывал про сериал от любимого режиссера и наткнулся что он сейчас его делает вот этот как раз про укротительницу мусор и так что вот давайте тоже еще один небольшой обзорчик глянем и посмотрим у нас теперь видео собираешь да да и такой занятный фэнтези с непривычно приличным продакшеном тут такой сюжет что в одной деревенской местности деревня называется латоми желатка обычная фэнтезийная деревенская семья папа табло извините из песни слов не выкинешь или табло не знаю мама фульф еще не легче трое детей фэсцилия фомиссия и неназванный по имени старший брат все дети на баку f ну видимо да женщины на ф видимо если необычность в этом мире у людей есть явно выраженные таланты ну один или больше ну как в рпг обычно бывает а также уровень мощности так сказать этих талантов однозвездочные самые слабые двухзвездочные выше вот папа там двухсвездочный плотник например и вот у младшенькой фомиссии настал возраст узнать свой уровень то есть пять лет и стукнул в это время пять лет в общем люди узнают свой возраст и приходит она на ритуал узнавания социального рейтинга так сказать а он и показывает 0 0 звездочек ниже 1 обычно у кого не бывает да и тут все устраивают истерику мать плачет отец напивается кричит это не моя дочь глава деревни объявляет и вообще проклятый вообще понятие детства появился на планете вообще не на самом деле так давно раньше дети вполне себе были таким маленьким взрослыми вот моя бабушка в те же пять лет на ткацкой фабрике катурчики мотала уже между прочим так что бесполезный ребенок это обычное дело могло быть в таком фэнтезийном мире вспомните японскую историю про красные туфельки например когда девочку просто отдали в чужие руки это примерно те же года там было памяти красным башмачкам в якогами до сих пор стоит насколько я помню и вот бесполезная девочка сбегает из деревни в соседний лес начали по книжке если смотри книжку она даже ночевала дома но отношение к ней такое было хуже собаки что она решила где-то жить подальше единственное кто к ней отнеслась хорошо это вот местная однозвездочная то есть не очень сильная предсказательница баблю баба люба да и и люба в субтитрах зовут руба по японски так что люба да научила местных местным картам ее местности дала какие-то советы заменила мать по сути девочка жила буквально по помойкам нашла волшебные бездонные сумки собирал всякие полезные штуки одежду так далее и так прошло три года пока прорицательница не умерла и глава деревни весь гнев обрушил на бедную девочку дескать это ее проклятие связал со старушкой довела ее и вообще деревня будет плохо пока мы девчонку не изловим точно проклятся с нулевым уровнем и так далее и девочка окажется в ситуации охоты магию не хватает пару раз огонек зажечь воду создать там грязь почистить потом в обморок падает но есть не один маленький секрет с детства она слышит голоса в голове вернее голос даже не слышит а он как бы образуется в виде незнакомой мысли прекрасно далека да да будет будто это 20-летний японка после какого-то несчастного случая реинкарнировала в тело девочки или тихонько за всем наблюдает практически не имея возможности вмешаться если если бы не она пятилетки девочка пятилетнего возраста не выжить в лесу и что меня подкупило что за трогательнейший эпизод с появлением самого слабенького слизня на которую она натыкается где-то в поле и такая порода слабенькая очень слизней даже порыв ветра их может размазать и убить поэтому практически не изучено их просто назвать распадающийся слизняк не надо понимать что он погибнет уже сегодня и жалеет его и приручает потому что у него есть минимальные способности к приручению что даже вот название сериала указан однако он такой слабенький что понимает что это как пыль на ветру ему просто не выжить но ей как-то удается подкормить просроченными магическими лекарствами но не в каждой рпг есть такие вот пошины да вот эти вот и он остается с ней это очень милый момент потому что с надо передать девочка который не выжить в лесу за который едва присматривает реинкарнации с другого мира на роль эту большую кстати не играет и в книгах и в сериале раньше подсказывает надо что лучше делать дальше и сама девочка присматривает за слезняком которому тоже никогда не выжить дальше если у никто не будет любить это очень похожая ситуация и дальше вот раз на девочку развязали облаву она вынуждена бежать дальше переодевается по совету голоса из головы девочка в такой ситуации быть гораздо хуже придется в мальчика берет вместо глупого имени фомиссии другое имя айви то есть его ну как и голос советует это растение который не гибнет даже если него на него наступит и идет осваивать мир охотиться там на всяких зверьков от чего голосу становится дурно а куда деваться там встает мясо за деньги впервые за долгое время нормально питается то есть но охота не все равно продолжается все дальше потому что вот она как раз продает мясо это единственный источник дохода у него получился такой она до города добралась потому что деревенский глава вот этот который он маньяк буквально он объявил премию за ее голову и надо бежать подальше у нее есть карта и книга от бабы любы но надо быть начеку и дальше в книге становится ясно что этот самый город деревенский глава вообще свихнулся и поставил всю деревню в катастрофической ситуации но винит в этом почему-то фомиссию который теперь айви в общем это такое милое фэнтезийное приключение про девочка которая пытается выжить не сам дружелюбным из миров не сам гениальное произведение от книги популярны автора зовут хону бонору 500 уже даже есть перевод на английский официально есть версия для школьников есть манга есть бонусная манга про школу даже в ином мире я собираю мусор суммарный тираж уже превысил где-то миллион оригинальной иллюстрации художника нам а через две недели выходит 11 том кстати так что это очень симпатично и не очень напряженное зрелище смотришь таким наш состраданием как бы сказать то есть глубоко внутри то самое малости сикай но он практически тут роли не играть в остальном такой немножко рпг на чистой фэнтези чем пока вот вышло три серии посмотрим дальше режиссер уже такой пожилой сегия суямаути который ставил еще рыцарь и зодиака сайнсея которые мелодраму ханайори данго и мою любимую мэри пожиратель суснов тоже он ставил так что у нее у нас есть отдельный про нее ролик анимацию тут на редкость прям хороший для этого жанра надеюсь что и дальше так будет прямо хорошо сделано это большим удовольствием посмотрел то что вышло и надеюсь еще посмотрим то есть прямо вот такая вот слабейший укоротительница отправляется в путешествие по сбору мусора то действительно она начала с мусорного этого самого и продолжается такие свои приключения в общем она прямо не вызывает глобальных там сюжетов это прям такая очень милая хорошая вещь посмотрим чтобы дальше пока книжек вот вышло много они популярны с даже детские версии школе для школьников более за простым языком изложены даже переиздали уже явно вещь хорошо зашла и панцы а смотри прям детские изложения до детское издание было я очень немножко удивился так что вот такая вот слабейший укоротительница ох да 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 а в общем вот еще раз могу показать вот от памяти красным башмачкам эту девочку которую родители просто продали иностранцам потому что не могли пор комитет 1903 год между прочим двадцатый век начинается так что такие дела вот это школьные есть книжки вот эти вот которые про школу вентам школу нашла непонятно там есть примечание что типа даже в другом мире я все равно собираю мусор это этот постер сериала самого то есть она каких-то друзей там явно найдет том что я смотрю команда тут нарисована капитально вот если первые три серии это предыстория там завязка и краткое содержание как бы как она росла вообще в мире то дальше посмотрим видимо начинается собственно самые большие приключения манга хорошо нарисовано вот детские версии книжек вот так вот они нарисованы до другим художником еще их 56 поможет пока вышло так что такая вот не за первый взгляд последний взгляд если прямо дальше зайдет хорошо пока напрямую нравится то я и итоговый расскажу но принципе книжки продолжает выходить там то есть начиналось это все как обычно на сайте любительского любительских текстов а сейчас до щас теперь уже прямо продолжается вот уже через несколько месяцев и уже издание перекупили и вот она про книжки учатся 10 штук вышла делся через две недели так что вот но такой фэнтези с развитием путь персонаж правда непонятно к чему это может прийти то ли он просто обретет спокойную жизнь наконец то ли еще чего-то но потому что на реально слабейшие как-то вот это чисто женским интуиции которые у него воплощена бывший двадцатилетний японкой которые реинкарнировала похоже в этом мире вот так вот виртуально важно да да и вот этот интересный момент и пойти бы найти спокойное место в этом мире который мягко говоря для женщин не самый лучший особенно которых нет таланта и виду таланта магическую период есть нам совсем крошкину не спасибо да ну морти мир x1 пишет гендер дня распадающийся слезняк там без лизняк то совершенно прекрасно и очаровательная совершенно вечна и Субтитры подогнал «Симон»